Первая коряжемская теплоэлектростанция ТЭС-2. Точка отсчета в строительстве комбината и новый виток в истории развития коряжмы как города бумажников. До запуска ТЭС-2 электроэнергию на промплощадке вырабатывал энергопоезд, но его мощность была слишком мала, чтобы строить огромный комбинат. Зато хватило, чтобы построить ТЭС-2. В сентябре 1960 года ТЭС-2 готовится к пуску. Тогда его называли первенцем будущего целлюлозно-бумажного гиганта. Звучит как оксюморон. Вроде комбината еще нет, он только начинает строиться, а первенец у него уже есть. Вообще, 60-й год – это год запусков. В коряжме запускается ТЭС-2 и зарождается большая энергетика. А в это время во всем мире следят за запуском второго корабля-спутника, на борту которого были Белка и Стрелка. Пуск Коряжемской теплоэлектростанции был произведен досрочно, грамотно и без аварий. В тяжелом труде, не зная дня и ночи, к этому стремились все строители ТЭС-2. А это 18-ти и 20-ти летняя молодежь, большинство из которых не имело рабочих специальностей. Зато было огромное желание осваивать новые профессии. До 21-го сентября мы пробно пускали первый котел несколько раз на дровах. А 21-го запустили котел номер один и дали пар на турбину номер один. И турбина раскрутилась и начала выдавать энергию. Сразу после пуска ТЭС-2 строительство комбината было объявлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой. А сама ТЭС-2 стала уникальной Коряжемской школой энергетиков. В Советском Союзе они были одними из лучших специалистов. ТЭС-2 состоит из четырех взаимосвязанных участков. Цех кореевых котлов, цех содорегенерационных котлов, выпорной и турбинный. Коревой цех часто называют котельным. Именно там начинается процесс производства тепла и электроэнергии. Назначение котельного цеха состоит в том, чтобы утилизировать пародревесные отходы, образующиеся при опорке древесины. Кора подается на котла-агрегаты. Здесь сжигается подаваемое кородревесное топливо. Образуется пар с параметрами 440 градусов и давлением 3,9 мегапаскалей, который подается на турбины для выработки электроэнергии. Сейчас я нахожусь возле ралли-цветного оборудования, которое спустя 60 лет работает до сих пор. Это тот самый, первый котел у фирмы «Контелла Харсон», который был запущен 21 сентября 1960 года. Наряду с котельным цехом пар для электроэнергии вырабатывает цех содорегенерационных котлов. Коротко – СРК. Причем выработка пара вовсе не основная его задача. Он регенерирует щелока. То есть мы производим сжигание плотного черного щелока. Минеральная часть выплавляется в виде плава. Органическая сгорает. Получается пар, тепло. А мы расплав, который разводится слабым белым щелоком, получаем зеленый щелок, откачиваем цех каустизаций. Вообще строительство ТС-2 началось в 1957 году с закладки 100-метровой дымовой трубы. Вот она из содорегенерационного цеха. Ее прекрасно видно. Но СРК не может работать без выпарного участка. Именно оттуда в котлы поступает щелок для сжигания. Основной задачей упарного цеха является подготовка суважных щелоков для сжигания на котлах СРК. Это основным топливом для котлов. Перегретый пар ССРК и цеха кореевых котлов поступает в турбинный цех. Под мощным напором пара турбины начинают раскручиваться и вырабатывают электроэнергию. Вот это у нас самая первая турбина. Мощность 6 мегаватт. Она работает с самого пуска электростанции. И до сих пор выдает свою мощность. Да, у турбины электросила 60-летний стаж. Именно она дала первый ток на комбинат и в поселок Коряжма. Сейчас в цехе три турбогенератора. У всех разная мощность. Но вместе они вырабатывают столько энергии, что способны одновременно зажечь в городе все электрические лампочки. Запустив ТЭС-2, бригада первостроителей была переведена на новый объект. Нужно было строить и запускать ТЭС-1, а потом ТЭС-3. В 1978 году вторая и третья электростанции стали единым комплексом – энерготехнологической ТЭС, которая в настоящее время практически полностью работает на вторичных энергоресурсах. По исторической справке ТЭС-2 построили и запустили первый. Почему это ТЭС-2, а не ТЭС-1? Изначально весь комбинат уже был проектирован. В плане было ТЭС-1, ТЭС-2 и так далее. Но так как это энергоемкое производство, было принято решение сначала построить небольшие энергетические котлы, первый и второй, на ТЭС-2. ТЭС-1 и ТЭС-3 гораздо мощнее своей предшественницы. Но вторая теплоэлектростанция до сих пор имеет большое значение на комбинате. Она перерабатывает щелока, утилизирует кородревесные отходы и вырабатывает электроэнергию, тепло и пар для производства комбината. Сейчас на ТЭС-2 трудятся 116 человек. Каждая из них – крепкое звено в цепочке производства. Они умеют относиться к работе с душой, принимают и передают профессиональный опыт, сохраняют производственные традиции. ТЭС-2 – это люди. Тепло – их душ и силы энергии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова